Очень хороший вопрос, это мой любимый вопрос, который неказистый, но очень много раскрывает. Вопрос, так он звучит, «Чтобы что?». Тебе эта болезнь «Чтобы что?». Он отвечает на вопрос. Потом дальше. А вот это «Чтобы что?». Потому что когда «Зачем тебе?», он как бы немножечко закрытый этот вопрос. А когда говорится «Чтобы что?», то тогда он предполагает, что человек начинает рассказывать, что бы что ему. Что бы вот это у него было? Что бы вот это? А вот это «Чтобы что?». Что бы вот это? И, как правило, когда все вопросы, все ответы заканчиваются на вопрос «Чтобы что?», вот после этого начинаются истинные ответы, которые лежат в глубине. Напоследок, наверное, бы такой не совет, а то, что я могла в себе отследить, и, возможно, в вас это есть. Как только вы начинаете задавать вопросы не про себя, как только вы начинаете делать акцент какой-то на чём-либо, кроме себя, это всегда говорит о том, что ваш ум всегда вас отворачивает от самого себя. Потому как уму на данном этапе очень невыгодно осознаваться, то есть приходить к сознанию через осознание, потому что он уже с вами привык, и вам с ним хорошо, вы все моменты знаете, вы знаете своё болото, оно тёпленькое, вы всё вокруг знаете, а тут раз — и весь мир наизнанку. И чтобы вот этого не было, всё время ум вам подкидывает какие-то моменты, чтобы вы задумались о чём-то, то, что не касается вас. И как только эти моменты вы себя отлавливаете на этих моментах, сразу же себя возвращаете к себе. Это будет одна из таких практик, которая очень простая, но очень-очень действенная. Так, возвращать к себе внимание. А что я? А где я? А почему я? Что я чувствую? Что я ощущаю? Что со мной происходит? Это разумнообразие такое, вот опять это же получается, я-я-я начинается, нет? Нет, это же для себя ты, например, ты идёшь и начинаешь на кого-то смотреть, кто как одет, кто ещё что-то. Тебе же это для чего? Это не для чего. Вот этот сбор информации, он абсолютно тебе не важен. Или кто как учится, кто до чего дошёл, у кого какая работа, у кого какая машина, жил площадь, кто где живёт. Это же тоже не информативно для тебя. Опять же для себя. У меня такая машина, чтобы что? Я здесь живу, чтобы что? Я хочу поменять место жительства. Почему я хочу? Почему это в «хочу» перешло? А почему я не поменял это до сих пор? Я же не поменял, потому что мне так удобно не менять. Если мне неудобно это, то значит мне надо ехать и менять место жительства. Всегда возвращаем себя к себе. И себя начинаем по каждому поводу смотреть. А почему я ещё не переехал туда, где мне хочется? Что меня останавливает? Какие я получаю плюшки вот на этом месте, которые меня так сильно держат? И начинается, как правило, включается мозг, и он говорит, «Но у нас здесь работа, но у нас здесь вот это». Те вещи, которые имеют значение в нашей жизни максимум на 30%, максимум. Но мы ими прикрываемся, как будто они основные. Но если мы очень-очень хотим куда-то переехать, если мы, ну, к примеру, вот такой пример просто берём, то если мы этого не делаем, прикрывая себя работой, родственники, друзья, здесь есть квартира, а там нет, там стоят дороже, в нашем городе, если продать, там дешевле. Но если есть всё равно жгучее желание туда переехать по каким-либо причинам, то тебя жизнь всё равно выкинет, но выкинет через боль.